Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. Вот сегодня я начинаю свои посевы и даже не посевы, а такой один сорт буду сеять, острый перец, колокольчик. Так как все основные посевы у меня намечены на 28-29, сегодня это так, даже не посев, а просто я хочу, я давно хотела посеять перец, острый колокольчик, у меня не было семян, и тут вот мне прислали несколько человек понемногу семян, и я прочитала в интернете, что у него очень длительный период вегетационный, 150 суток, это очень долго, и там написано, что его нужно высевать в самые-самые ранние сроки, иначе он не вызреет. И узнав об этом, я, конечно, быстро бросилась делать предпосевную обработку почвы, предпосевную обработку семян, чтобы сегодня сразу в один день все обработать, все посеять, и чтобы он у меня в ранние сроки был посеян. Семена, как я и говорила, буду обрабатывать несколькими способами. Вот мне Меренкова Нина из Советска прислала перец, вот такой колокольчик, два вида, один был у нее, ну как, сухой, видать, давно, приготовленные семена, и один вид, который она взяла, прям, как она написала, прям из перчинки. И вот я разными способами хочу обработать, чтобы посмотреть, как работают те или другие. Половину, вот первую часть я водкой хочу протравить, а вторую часть я залила привикуром. И этим же привикуром для скорости посева, чтобы сегодня в один день все мне обернуться, управиться, этим же привикуром я обработала почву. Я сейчас вам напомню, что привикур это тот препарат, у которого не обязательно дожидаться, как вот фитоспорин, например, мы ждем, мы прольем почву, потому ждем, когда грибки все это поработают, там несколько суток, за 6, за 7 дней до посева. Если посевы вам нужны срочно, можете сделать раствор привикура. Я еще раз напомню, я уже об этом говорила. Вот мы берем полтора миллилитра, я прям шприцем, уколом набираю отсюда, на литровую банку воды, растворяю на литровую банку воды, и вот этот рабочий раствор им и заливаю семена, им и увлажняю почву. Один очень хороший, очень быстрый способ, это можно посеять семена, закрыть, и потом уже землю вместе с семенами пролить привикуром. Это тоже, вот почему его называют универсальным, потому что можно обработать почву отдельно, семена отдельно, можно ничего не обрабатывать, посеять семена в необработанную почву, и потом уже в конце все это пролить и закрыть, все. Я вот первую, как уже сказала, первая у меня будет водкой обработана, вторая привикуром, и еще такой же сорт, у меня от Колесниковой Галины, город Дубно, тоже вот этот же перчик, колокольчик, тоже обработан будет привикуром. Если в водке я подержу сейчас 20 минут, потом ополосну водой, и сразу буду высевать, то пока я сею этот перец, как раз пройдет обработка привикуром. Привикуром достаточно 2-4 часа подержать, все это действие происходит в течение 4 часов, вот убиваются все болезнетворные бактерии, и сверху я буду присыпать грунтом, который я тоже смочила привикуром, и обработала. Сверху я буду через сито, просто засею тонким слоем этот перец, и поставлю в теплое место. Все, я вот этим видеороликом небольшим напомнила то, что раньше я говорила теоретически, то есть, если нужен быстрый посев, можем просто привикуром, рабочим раствором, увлажнить почву, сделать бороздки, уложить семечки обработанные, или водкой, которая является очень быстрым способом протравливания, или тем же привикуром, все, закрываем почву, семена такой же почвы, вот такой вот обработанной, увлажненной, рыхлой, мягкой. Сверху мы уже ничем не поливаем, если почва обработана предварительно, просто закрываю я полиэтиленовой пленочкой. Сейчас, когда закончится время обработки, и семена немного подсохнут, я буду сеять, и я покажу вам, как раскладываю семена именно по дорожкам. Так как у меня будет несколько, вот видите, будет один, второй, третий, все эти посевы я буду друг от друга отделять вот такими металлическими пластинками. Это очень удобно, я прям туда их заглубляю, вот так вот. У рассада не перепутываются корни, все, конечно, подпишу каждое, сюда, сюда и сюда, сделаю этикетку, и все. Вот тот, кто начнет посевы завтра, так же, как и я, я завтра начну массовые посевы баклажан, перца, томатов, но только для теплицы, для получения раннего урожая. Тот, кто начнет завтра, вот я всем напомнила, пожалуйста, должен быть готовый грунт, протравленные готовые семена, грунт для присыпки, все эти растворы, какими вы хотите воспользоваться. Завтра благоприятный день для посева перца, баклажан, томатов, все это можно сеять, но если у вас такой же холодный регион, как у меня, сибирский, то эти посевы мы делаем только для теплицы, у кого есть теплицы, и у кого есть возможность высадить эти растения рано, для открытого грунта, сейчас сеять еще рано. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Субтитры создавал DimaTorzok